Добрый день, уважаемые друзья! Накануне решающего тура, небольшой обзор предыдущего дня, и мы говорим о Вейконзе, 12-й тур соревнований. Итак, результаты. Результаты были следующими. Пентала Харикришна единственная, кто добился успехов в этом игровом дне. Ну а главная пара Анишгири Альреза Ферруджа был настоящий боевик, очень сложный, и сегодня мы его разберем. Итак, поехали! Обсудим эту партию в преддверии решающего сражения и поговорим уже о раскладах. Итак, Ферруджа играл черными и применил французскую защиту. Ферруджа играл и Каракан, но вот французская защита вообще большой, редкий гость в таких топ-турнирах. И вот вариант был разыгран следующий. Классический вариант. И после хода А6 Гири решил сыграть А3. А3 одна из таких вот альтернатив, помимо хода Ферзе Д2, где А3, в принципе, очень крепкий, надежный ход. Ферруджа отреагировал ЦД, вывел слона на Ц5, ну и, в общем-то, последовало следующее разветвление. Ферзе Д7, рокировка Б6. Ну вот, позиция достаточно известная, то есть здесь очень много партий было сыграно. И одно из продолжений, которые применил Гиря, это ход конь Б6, разгрузочный ход, который привел практически форсированно к следующей позиции. После разменов слона Б7, слона Д3. Коня, конечно, брать нельзя из-за шаха, это не зевок. Ферруджа сыграл Д4, ходы практически все обязательные. И произошел переход в такой вот Эншпель. Опять-таки, такого коня терпеть было нельзя, с одной стороны. Но, с другой стороны, можно было его обтекать, что и сделал Ферруджа. Он сыграл слон Д5. В этой ситуации Гиря сыграл очень конкретно. Напал на пешку Х7, после Х6 вернулся, напал на Д4. И после размена на Ф3. Позиция, несмотря на то, что кажется, что все достаточно ровненько, на самом деле все далеко не так. Пешка Д4 оторвана, и она является объектом атаки. Здесь у белых, конечно, есть определенные виды на перевес. Как здесь надо было стоять черным, пока сказать сложно. Ферруджа сыграл Б5. Такой, вроде бы, казалось бы, антипозиционный ход. На самом деле, других альтернатив не было, так как в случае хода А5, слон Б5, конь, но Д7 чувствовал себя совсем некомфортно. А здесь конь направляется по следующему маршруту. Слон Е4, ладья Д8, напали на пешку Д4. И Гиря зашел на Б7. В общем, давление Гири здесь ощущалось. Он здесь максимальным образом уже и прихватил пешку параллельно. Ну, а Ферруджа тем временем установил коня на Ц3. В общем, хорошая связка пешки с конем, так как в этом случае атака на пешку Д4 ограничена. И в целом позиция не выходит за раки равенства. Ну, Гиря продолжил, сыграл слон Е2. И здесь, возможно, у черных был ход Ф6, который позволял как-то позицию еще подкрутить. Ну, решил Ферруджу по-другому. Решил восстановить, значит, материал. Съел на Ф4. Но после хода ладья Д2 пешка все-таки является большой зацепкой, как и пешка Б5. После чего, сыграв Д3, Ферруджа сыграл, прошу прощения, Д3. И здесь Ц3 последовал ходу. Ц3. И вообще, по перспективе смотрелось все очень подозрительно за черных, так как пешка слаба. То есть, ее можно сейчас атаковать разными способами, в том числе ходом Король Е3. И смотрелось все это не так уж надежно. В итоге, находится ход Конь Е2, который позволял в этой позиции Гири сыграть не Король Е3, как он сыграл, а сыграть А4. Вот этот ход выпал из поля зрения голландца. Так как идея была в том, что после Ба начать не играть Ц4, а защитить эту пешку ходом ладья А3. И вот эта конструкция весьма противная. Пешка Д3 падает, и пешки связанные идут. Пешка А4, естественно, никуда не идет. У черных практически нет ходов. То есть, этот был момент очень важный для определения перевеса. Гири не поднял эту идею. Вообще, идея, наверное, все-таки не сложная, объективно говоря. Отмечу, что на А4 брать на Ц3 было смысла никакого, так как пешка просто проходила до А8. Но Аниш распорядился по-другому и решил перейти в такую, в общем-то, позицию. Позиция похуже, конечно, у черных. И требуется точность. И вот эту точность Ферруджо демонстрировал очень долгое время. Итак, ладья Ц1. Может быть, стоило сразу начать с хода слона Ц6. Вопрос такой тонкий. Пошел ладья Ц1. Ладья Д8. Король Е2. Король Ж7. Слон Ц6. Итак, пешка В5 атакована. И перспективы, конечно, защиты такой позиции, если белые съедают пешку и у них остаются связанные, конечно, очень отвратительно для черных. Перспективы защиты. Ну, что же. Здесь последовали еще такие ходы. Может быть, стоило начинать с хода короля Д3. Но неважно, или король Д2. С другой стороны, черные бы давали, скорее всего, шаг. И после этого король черных отправился поближе к центру. Здесь перевод Таниша на короля на Б3 последовал с целью обеспечения взятия этой пешки. Но за это время, как мы видим, Перуджи активизировал собственного короля. Это было очень вовремя. Ладья Ф2. Может быть, ладья Ц1 было более надежно. С целью не пускать коня в некоторых случаях на Ц3. Но в этот момент, опять-таки, мы не будем слишком много заострять на нем внимания. Итак, Е5. Ладья Д7. Эта позиция оказалась абсолютно безнадежной. Однако находятся какие-то пируэты от Перуджи. Слон бьет Б5. Еще одна пешка падает. Причем падает с шахом. Король Д4. Ну, и здесь следует ход А4. Не знаю, насколько необходим был этот ход. И потому, как после этого хода у черных появилась везде зацепка за вот эту пешку Б4. Вместо этого стоило предпочесть хладнокровное взятие на А7. Или, может быть, сыграв слон С6, белые контролировали ход борьбы полностью. А4. Конь Д5. И вот мы видим, что теперь слон белых не работает. Ладья Б4. А7. Пешка Е побежала. Побежала. Она добежала уже до Е3. И уже первую угрозу создали черные. Это взятие Е2. Поэтому надо возвращаться на первую фланг. На первую линию, прошу прощения. И после хода конь Ц3 практически форсированная ветка получилась. Черные очень много успели. Приуспели организовать важную контрагру. Ферук же играл часть этой партии. Защищался очень на высоком уровне. Молодец. Ну и ничего лучше гея не нашлось, чем перейти в такой Эншпель. И, конечно, Эншпель на самом деле далеко не простой. Защищать его, конечно, не так просто, как кажется. И успевает он здесь во многом сыграв король Д5. Теперь черные готовы были отправить коня на Ц5. Ну и вот здесь первый момент был. Все-таки пешки, может быть, не стоило разбивать. Стоило сразу начать с хода А4. И пытаться как-то растянуть черных с двух сторон защиту. А сыграв А6, немножко пешки разбились. И черные успевают организовать важную защиту. Шах. Конь Д3. Опять-таки нападение на пешку Б4. Пришлось играть А7. И ладья Ж7. Тоже как бы критическая позиция. Белые готовы сейчас запустить пешку Аши и победить. Но находится важный ресурс. Король С6 раз. Аш 4. И конь Ф4. То есть мало того, что мы блокируем движение пешки Аш. Параллельно мы еще и контролируем, как ни странно, ферзевый фланг. Сейчас мы увидим почему. После хода Ж4 успел Феруджа откусить эту пешку А7. То есть он перекрыл защиту по 7-му ряду. И уже угрожает ладья А7. Этот ход неотвратим. И после следующих ходов выяснилось, что играть уже по большому счету нечем. В этой позиции соперники согласились на ничью. Очень хороший шанс был у Гири в этой партии выиграть. Много раз у него были, наверное, решающие преимущества. Однако он их не использовал до конца. Ну и надо отдать должное блестящей защите Феруджи. Он очень здорово защищал плохую позицию. Безусловно, это качество топ-шахматиста. Ну а мы смотрим на результаты после 12-го тура. После 12-ти туров положение следующее. Впереди у нас Аниш и Ван Форест. Блестящий пока выступает Ван Форест. Ван Форест, Феруджио и Круана. Вот такая у нас сегодня тройка. Плюс ко всему Ван Форест сегодня играет с Грандельюсом. То есть как бы все по шансам. Мы сейчас обсудим также и пары. Все основные стыковые партии уже завершены. И по большому счету решающим будет следующий сегодняшний день. Буквально совсем скоро он начинается. Ну и пожалуй будет интересно сможет ли Феруджио одолеть Владослава Вайташика. Флаги немножко перепутаны у нас. Небольшая техническая проблема. Вайташи конечно у нас в Польше. А у Максимов это Франция. Ну а Давид Антон будет играть белыми против Аниши. И они же не проигрывают. Ему достаточно партию сегодня завершить ничью. И делить первое место. Так что вот такая обстановка господа. Желаю вам хорошего дня. Хорошего просмотра Вейконзея. Следите за Ческомру. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok